Как я и говорил, андроид-разработкой я начал заниматься 7-8 лет назад. Точно не помню. И когда я заходил, в принципе, уже популярны были 1.6 и 2.2 андроид-версии. Но, в принципе, первый андроид-телефон мне появился намного раньше. То есть это был, по сути, HCG1, первый андроид-фонд, мне тогда нравился, но как-то не сложилось у меня с разработкой. И начал заниматься только 1.6 и 2. И уже тогда было достаточно много документации. Но, правда, по сравнению с тем, что сейчас, это немного, в принципе, вообще не было. Но уже тогда было несколько фреймворков для работы с анимациями. И было очень сложно понять, чем они отличаются. Потому что документация была скупая. У меня было разные устройства. На разных устройствах у меня было себя по-разному. И, по большей части, когда я заходил на сток Warflow и находил какие-то ответы, я делал, типа, вот такое лицо. Типа, что происходит? Откуда ребята узнали эту информацию? Почему я не могу найти его? Где они черпают этот источник? Чтобы у вас не было такого, потому что, вроде, стало попроще, но при этом стало объема намного-намного больше, я хотел бы сегодня поговорить про анимацию. Собственно, в двух словах про меня. Я сейчас занимаюсь руководством мобильной разработкой в банке LifeLyzen, iOS Android. До этого я там делал стартапы, участвовал в стартапах, делал, работал в аутсорсе русском и американском, и много еще поделал. Я основатель и... Само неизвестное сообщество Android-разработчиков в Москве, MozDroid. Мы летаем в другие города, делаем там этапы по Android-разработке. Android FinFace — мой Telegram-канал. Я был по Android-разработке, то есть в этом году ушел, остался только Google, а теперь там по Payments. Наверное, тоже последний год. Ну ладно, поехали дальше. Первое, если мы говорим про анимацию. Ну, в первую очередь, нужно понять, как это работает. Какие принципы основаны в том, что наше зрение смотрит на вот этот набор картинок и считает, что это реальный объект, который ведет себя достаточно естественно, и картинка движется. Если пойти в историю, то получится это следующим образом. Примерно 2600 лет назад было создано... 2600 лет до нашей эры была создана и найдена первая рукотворная анимация, которую создал человек. Нашли ее в 60-е годы. Мы там раскопали город на границе между Афганистаном и Рамом. Называется он Шахрисукте. В переводе, что называется, сожженный город, его сжигали три раза, и после третьего раза его забросили. Нашли такой кувшинчик, на котором была нарисована козочка. Если этот кувшинчик крутить, то появлялась следующая анимация. Козочка прыгала. Это, собственно, и является первой рукотворной анимацией, которую создал человек, которую нашли и доказали. Естественно, технологии не шли на месте, не стояли на месте, и уже в 18-м веке Джозеф Плато создал такую замечательную приспособку, которая называлась «Фенокистоскоп». Сложное название. В общем, смысл следующий. Там был круг. На картинке нарисовано рыцаря. Если раскрутить этот круг и смотреть под специальным углом, как специально падает свет, создавалась иллюзия, что рыцарь танцует. То есть, с помощью этого же принципа, который называется инерция зрения. Значит, зрение, оно инертное. И мы дорисовываем те кадры, которых не хватает. В определенных условиях, если их выполнять, нам кажется, что объект живой, и он выполняет какую-то физическую модель поведения, которой нет. Это набор картинок, набор кадров. Так вот, когда мы с вами строим UI в мобильном приложении, работает все то же самое. С помощью инерции зрения вам кажется, что эта анимация выглядит реально, поэтому она вас не отторгает, что эта анимация не рывкая, очень гладкая, и все работает очень хорошо. Есть люди, которые считают, что анимации не важны. Зачем приложение анимации тратить на них время? Да. Смотря на какой стадии. Хорошо. Я в стадии вопросов, я бы хотел с тобой обсудить, либо просто вопросов. Для примера, ну, типа, отвечая на этот вопрос, вы можете посмотреть на одно и то же приложение, слева это приложение с анимациями, справа приложение без анимаций. Вроде бы разница небольшая, все то же самое, но насколько приятным выглядит левое приложение, и насколько угловатым выглядит правое, когда это все переходы, они не анимированы, а просто статика переключается. Когда у вас есть, возможно, такое сравнение, то левым приложением хочется пользоваться. На правое приложение, в принципе, неприятно смотреть. Вроде все то же самое, но разница колоссальная. При этом, ну, с правильным подходом, изначально и правильным знанием разработчиков, разница с точки зрения скорости разработки в данном случае не очень большая. но если у вас этого наука нет, то, на самом деле, вы потратите очень много времени. Теперь давайте перейдем, собственно, к описанию, о чем мы с вами сегодня будем говорить. В Android фреймворках для анимации существует, на самом деле, множество. Здесь предложены только те, которые связаны, но кроме физики, естественно, которые выпуслены компанией Google. То есть есть еще Lottie и различные другие революции, которые вы можете заиспользоваться, чтобы проанимировать что-то. Давайте начнем с первых двух. это ViewAnimations и аниматоры, собственно, в которых я сначала запутался. И вот на момент, когда заходил, они уже были готовы. Почему? Потому что сначала был ViewAnimations, у него было 4 свойства. Вы могли проанимировать прозрачность, увеличить и уменьшить какую-то View-шку, либо там, ну, View-шку, на самом деле, ее подвигать влево-вправо-вверх-вниз и покрутить. Казалось бы, 4 операции хватит всем. И это, кстати, на самом деле, очень замечательно, потому что вот как в архитектуре те материалы, с которыми мы имеем работу, позволяют нам строить различные дома. Точно так же и тулы, которые у нас есть, позволяют нам строить более сложные анимации. То есть простые тулы, особо ничего не умеем делать. Научились, ну, там, мы работаем только с деревом, строим только небольшие домики, которые как бы выглядят примерно одинаково. Научились бетоном работать, стеклом как бы, начинаем строить небоскребы, потому что вот технология позволяет. С тулами вы увидите, что все то же самое. Чем более мощные тулы и, грубо говоря, база вот этих конструкторов, на которых мы строим, строить приложение, тем более классной анимацией мы строим в своем приложении. Так вот, 4 операции, которые должны как бы хватить всем. Это первая проблема, что их не хватало. Вторая проблема, вот, анимация. Нижняя кнопка анимируется с помощью анимающего фреймворка, верхняя с помощью аниматора. Аниматор, если мы подвинули, кликаем на кнопку. Все хорошо. Если с аниматором мы подвигали вот предыдущим фреймворком, который сейчас обсуждаем, получалось так, что кнопка вот подвинулась, а области ее кликабельности нет. Она как бы осталась там же, где была кнопка. И чтобы ее подвинуть тоже, надо было вызвать layout этой кнопки, в юхе, по сути, и чтобы она перерендерила полностью себя, как бы, его свидетельности тоже. Но это было больно, и поэтому, как бы, достаточно быстро от этого фреймворка отказались, его заприкейтили. И сейчас вы можете его использовать только в двух случаях. Первый, он как бы подкапотно используется, когда вы анимируете фрагменты, которые вызывают, что необходимость заново померить размеры окна. который у вас есть. Второй случай, когда вам необходимо сделать какую-то кастомную анимацию у Windows. То есть, делаете новые activity или там окошечко Windows, хотите его как-то пастомизировать, вот там используется этот анимейший фреймворд, больше ничего другого вы здесь используете не можете. Если вы хотите поанимировать ваши вьюшечки, то Google рекомендует вот этот фреймворд для работы с анимациями. Я немножко не согласен уже с каком-то и Google, и с этой документацией, поэтому я расскажу чуть-чуть дальше, что я рекомендую. Но давайте поговорим про этот фреймворд, аниматор. Аниматор выпустили тоже достаточно давно. Плюсы как гибкость, сделали хорошее такое API, которое ущел все предыдущие проблемы с тем, что не хватало вот этих четырех операций, теперь вы можете анимировать абсолютно любой тип, любую анимацию сделать какую хотите для вьюх. и с помощью этого, по сути, API построили кучу других реализаций для работы с анимациями. То есть это много переплюнуло где, и вы увидите корни, торчащие аниматора, практически во всех остальных фреймворках для работы с анимациями. Как это работает? По сути, API для работы с анимациями от аниматора это пять классов. Аниматор, который реализуется через well animator, и через animator set, set для множества анимаций, well animator чуть позже, по принципу, все раскрыли. Так как well animator позволяет сделать очень много, но при этом он достаточно избыточен с точки зрения написания кода, сделали, упростили, написали в object animator, который позволяет с помощью одной строки запустить какую-то анимацию. Но потом подумали, что все-таки этого не хватает, и записали еще два класса, которые, по сути, DSL для работы с well animator, которые упрощают работу. Давайте рассмотрим чуть детально. Код в этой презентации не самый главный, он очень примитивен, поэтому вам единственное, что надо смотреть, выделено красным, и, в принципе, на объем. Well animator позволяет проанимировать что угодно. Вы пишете много кода, в данном примере мы берем собаку и ракету, и отправляем их в космос по вертикали, и настраиваем, сколько эта анимация будет повторена, какая продолжительность будет анимации, и способ, по какому она будет повторена. То есть в данном случае ее повторение будет обратно. Если ее сначала пустят, а потом повторят еще раз. Если мы запустим эту анимацию, все будет очень хорошо. То есть собака полетела в космос на ракете, и он вас доволен. Но мы не довольны, кода приходится писать много. Я ленивый человек, я не люблю писать кода, поэтому мне намного больше нравится писать одну строку вместо вот этой простыни. А object animator позволяет сделать все то же самое, только написал намного меньше кода. Есть две проблемы. Первая проблема. У нас была там собака и ракета, и они были синхронизированы. Object animator, он как бы анимирует объект. И один. Вы настраиваете анимацию этого объекта. То есть вы можете сделать все то же самое, только анимация собаки и ракета, она не будет синхронизирована поэтапно. Они могут чуть-чуть, ну типа кто-то быстрее, кто-то медленнее держится. Вторая проблема. Object animator изначально предназначен для объектов, а не для view. Поэтому вы можете анимировать абсолютно любое его свойство объекта и вызвать его через строку, то есть через рефлексию. Есть настроенные какие-то значения, например, view alpha, позволят вам избавиться от рефлексии в вашей анимации, которая как бы вообще не нужна. Ну как бы удобно, но на самом деле, а что если я хочу сделать не одну анимацию, а вот несколько, то есть и альфу анимировать, и подвигать или размер изменить в одной view. Для этого сделали view property animator, мы берем view, говорим, что хотим ее анимировать, как, можно сказать, сразу несколько анимаций задать для этой view, например, и по вертикали, и покрутить, настраиваем все duration, как бы все можем сделать, запускаем в старт, и все хорошо, все будет работать, очень удобно, но мы только ракету потрогали, собака осталась на земле, и он маски недоволен, и мы недовольны. Почему? Потому что view property animator очень удобен, пишешь, очень мало кода, но одна проблема, вы анимацию старт нажали, и анимацией управлять больше не можете. Запустили и забыли. Остановить, поставить на паузу, повторить. Всего этого нельзя, надо вызывать просто заново, еще писать пуски в блоках кода. Чтобы было можно, надо использовать property values holder. Кода становится побольше, вы получаете все то же самое удобство, но кода больше, но зато получаете возможность этим всем управлять. Захотели, на паузу поставили. Захотели, отменили. Захотели, повторили. Удобно. Ну, опять же, много кода. Опять берем ракету, все хорошо. Ну, теперь как бы мы молодцы, все уже умеем. Теперь хотим такой серьезный инструмент для работы с хореографией. Ну, типа, хореография, в данном случае, ну, оркестратор для работы с анимациями. То есть, берем аниматор сет, берем две анимации, мы хотим, берем 11 и настраиваем, какую анимацию одновременно играть с какой. Play with. И можем настроить какую до этой, какую после этой. Ну, в общем, такой очень серьезный инструмент. Но, опять же, много кода. Я не люблю много кода для таких примитивных вещей. Запускаю анимации, все работает хорошо, но, блин, не знаю. Мне как-то не нравится. Не знаю, как вам, может, вам нравится. Такая полотна кода, как бы, для такой примитивной операции. Так вот, если пройтись еще раз. Обжит аниматор, скорее всего, если вы захотите использовать аниматор, вы захотите использовать его, позволяя сделать что угодно. Если вам нужны какие-то дикие кастомизации, глава аниматора ваш лучший друг, смотрите в сторону него. Если вы любите простоту, и вам нужно несколько анимаций в рамках одной вьюхи, New Property Аниматор ваш друг, только в том случае, если вы запустили и забыли, и управлять этим не надо. А если нужно управлять, и все то же самое, то Property Wellness Holder ваш лучший друг. Серьезные вещи мы делаем с помощью аниматора Set. Вот там, полноценный дирижер. Еще, как бы, нужно помнить, что инерция зрения работает тогда, когда у нас не рушится модель физического мира. Чтобы она не рушилась, есть такая тема, как интерполят. Ну, т.е. мы у меня щек подбрачным вверх, он замедляется, когда падает вниз, ускоряется. Как-то отразить эту концепцию в UI решили на тот момент с помощью интерполяторов, т.е. как раз с помощью динамики и функций, они позволяли выразить, по сути, модель физического мира. И каждый раз, для каждой анимации можно было задать, и можно сейчас задать интерполятору. Все понятно, все легко и просто. Как с помощью вот этого Lego сделать вот эту анимацию? Представьте, вот нам ракетку и собачку, чтобы анимировать, надо было написать полотно кода. А теперь представьте, что каждую из этих анимаций, чтобы ее сделать, какое полотно кода нам нужно будет написать. Так вот, когда начали думать, как сделать хорошие анимации нормально, как бы, да, поняли, что аниматоров как бы не хватает. Подумали, что это можно делать и прочти концепцию transition. Transition решили еще делать, ну, с учетом того, что разработчики не хотят писать очень много кода, потому что реально получали спортянки, которые мало того, что надо написать, их еще поддерживать надо. Арт-дизайнеры любят как бы менять дизайн, менять анимацию. И стоимость поддержки становится вот этих вот полотно кода очень дорогой. Transition сделали следующей концепцией. Концепция была очень простая. У вас есть как бы начало, первоначальная как бы точка, происходит какая-то магия изменения сцены, и мы переходим в точку B как бы. Это отразили как раз концепциями сцены. То есть есть источник, есть пусть куда мы хотим деть, держим цель, к чему хотим прийти. И как бы есть различные состояния. Мы выходим из сорса там сцены A в сцену B, входим в сцену B как бы и различные триггеры, которые в ваших методах могут дергаться. Если примитивно, то есть и сцена A что-то случается, анимация происходит, и сцена B. Причем подошли очень грамотно и постарались как можно больше отдать работы решателю. Вам не надо было описывать всю анимацию, вам нужно было просто описать сцену. То есть какая была набор сцен, и просто вы говорите, пронимируй мне сцену такую-то. И решатель сам рассчитывает, что надо спрятать, что надо показать, как пронимировать изменения. Иногда его не хватало. Не хватало либо по перфомансу, он не успевал как бы это все сделать оптимально, либо не хватало по анимации. Он просто делал как-то чуть по-другому, при этом можно было всегда взять и написать кастом. То есть при переходе сцены такой-то на сцену такую-то выполняете все анимации в такой последовательности. Но по большей части вывозил. Из того, что есть сейчас, есть разделение на Loyal Transition и на Windows Transition. Вот, собственно, например, Loyal Transition. У вас есть четыре квадрата, которые как бы в различных сценах посередине, внизу, в разных сторонах есть три сцены. Представьте, мы бы делали это все на аниматорах. Вот все эти переходы приходилось бы описывать. Учетом особенно еще того, что у нас есть различные формы экранов, у нас с планшетами есть смартфоны, и достаточно геморройных, кода достаточно много. Мне не нравится. С помощью Transition просто три лояута. Сказал, что это какая сцена, и сказал, ты иди с какой в какую. Офигенно. Кода пишешь мало, намного меньше. Отлично. Но Transition Loyal Transition использовать я вам тоже не рекомендую, потому что появился Motion Loyal, это очень круто. Чуть больше про него поговорим. Что я рекомендую использовать из Loyal Transition? У вас наверняка приложения, которые до сих пор не используют Constraint и до сих пор не используют Motion Loyal. Поэтому, если у вас не было анимаций до этого, вы очень хотите их завести, попробовать, самое простое, что вы можете сделать, это прямо сейчас пойти в E-группы, то есть RelativeLayout, LinearLayout, и соседние, написать просто одну строчку кода. AnimateLayoutChanges равен true для этого E-группа. Начиная с 16 версии API, вы уже можете взять и изменить Loyal Transition, KeepTransition, который включится для этого Loyal, который по умолчанию, кроме добавления и удаления, начнет еще анимировать изменения этого в E-группу. Как это выглядит? Очень простой пример. Просто взяли для ListView, добавили одну строку, и появились дефолтную анимацию появления и удаления. То есть это не просто пропадает, а уже хотя бы как-то симпатичненько. Все остальное, рекомендовать из Loyal Transition, я не буду, говорю вам, не тратите свое время и не используйте это. Что используют? Используйте Windows Transition. Что это такое? Ту же концепцию, с ценой A в цену B, переводим на фрагменты, либо на активиты. Почему? Потому что на самом деле только с помощью этого transition, этого анимационного фреймворка вы сможете заиспользовать шарик элементов. Если вы хотите красивые переходы, когда кликнули на картиночку, как бы эта картиночка стала больше и пошла на другой экран, вот этот фреймворк, то, что для вас нужно, и с помощью него вы сможете это сделать. Как это выглядит? Вот следующий пример. Кликнули на картинку, она поместилась на другой экран, красиво проанимировали переход из книги, и фильмы, да, нет, журналы с одного на другой. Супер, как бы, кроме как с помощью transition вы это нормально не сделаете. Если захотите использовать как бы предыдущие фреймворки, то у вас это, ну, по-любому будет лагать, где-то будет пробегать черные либо белые кадры, и по-другому вы это никак не сможете сделать. С помощью шарик элементов в transition вы это сможете сделать. И вот, собственно, единственный вариант это сделать и использовать. это моя любимая анимация с помощью transition. Я, типа, много лет ее вижу, каждый раз мне она очень нравится. Почему? Потому что, ну, в принципе, вы можете здесь понять, насколько мощный этот фреймворк для работы с анимациями, потому что вот переход между несколькими экранами, особенно с бликами, особенно с вот этим стоянием, когда ты двигаешь вниз-вверх, как бы это все учитывается, это очень круто. То есть я просто могу представить, насколько много этот человек потратил времени, чтобы создать такой экземпл и залить его потом в сообщество. Это, ну, очень круто так. Тут не учитывается только вот там, по сути, складывание внутри, а все остальное мне очень нравится. Ну да ладно, вернемся к фреймворку, как бы, где transition-framework не работает. Везде, где есть Canva, вы не можете использовать этот фреймворк. То есть SurfaceView, TextureView, ну и различные аспекты, где используется Canva, вы не сможете завязать. Почему? Потому что он для View, а не для Canva. Когда его используют? Еще раз. Шарим элементы между фрагментами либо активитей точно сюда. А анимируемое появление и выход из Windows тоже точно сюда. Хотим какие-то простые изменения, тоже можно смотреть. Во всех остальных случаях, ну, типа, не стоит. Я говорил про то, что аниматор является базовым классом для многих других анимаций. И, на самом деле, вот сейчас хороший пример. В Android есть концепция VectorDraw. По сути, это вот мы берем кадрастовое изображение, заменяем на векторное. Ну, кроме того, что у них могут быть как бы векторные изображения, мы можем сделать анимированные векторные изображения. То есть, анимированные с VB-шки. Будут конвертироваться в VectorDraw в полуэксмелках, и мы добавляем для них анимации. Под капотом эта вся штука дергает аниматоры и работает на них. Пример кода тоже очень простой, не стоит его здесь приводить, но хочу показать просто тоже, какие классные штуки можно делать с помощью этого решения. Получается, мы используем тут несколько шарных элементов, в первую очередь изображения, и все иконочки внизу, вы можете увидеть, как они инновационно выходят, и появляются, насколько такие мелкие ручечки добавляют приятности в ваше приложение. Подключается все очень дешево и очень быстро. Красивости в каждом доме, в каждом приложении, что ли. Когда использовать? Когда вы хотите какие-то анимационные иконки, все анимации VectorDrawable вы как бы запустили и забыли, и так как это Vector, PerformanceCritical или SizeCritical, он весит немного, как бы работает очень быстро. Единственное, не стоит выходить там за размеры больше, чем 300dp. Ну и самое главное здесь на самом деле в этом блоке, это когда вся эта анимация работает. Она работает, когда вы учитываете модель физического мира, то есть продолжаться, выглядеть реалистично и прерываться реалистично. Что это такое? И почему это важно? В первую очередь потому, что вот кажется как бы анимация. Вы запустили, как бы пользователь подождет и дальше мы как бы что-то сделаем. А вот нифига, как бы пользователь пользуется вашим приложением, в любой момент времени может нажать на него. Он в любой момент времени может сделать какое-то событие, которое изменит ваш UI. Вы должны быть готовы к этому. То есть продолжить тот момент анимации, в котором он как бы кликнул, привел какое-то действие адекватно. О чем это? Это значит вот продолжить, должны продолжать примерно как показано на гибке. Здесь это не сломано. Сделана допущена очень простая ошибка, которая фиксится тоже очень просто. Но из-за того, что как бы пользователь кликает и происходит рывок, как бы магия теряется. Мы понимаем, что все это как бы не настоящее, инерции зрения нет. И эффект потери. Анимации как будто не было. Вторая вещь, это вот объект, мы говорим про гладкость. То есть типа и учет физического мира. То есть мы берем, запускаем квадрат, сначала он проходит достаточно большое расстояние, а потом небольшое, и он проходит это с одинакой скоростью. Мы как бы, ну что-то фигня. Он сначала шел с одной скоростью, с большой расстояние, а потом как бы то же самое время проходит маленькое. В реальном мире так не бывает. Как бы шел быстро, а потом типа идешь очень-очень медленно. Как бы из-за клика как бы. Это что-то неправильно. Как фиксится? Есть Spring аниматор. Короче, есть библиотека «Пружинка» и есть библиотека «Фринга», который позволяет, если их заиспользовать, банально три строки кода, и мы получаем совершенно другое поведение. Все это уже учитывается, у нас нет таких прерываний, нет таких переходов. Выглядит намного реалистичнее и приятнее. А банально три строки кода, потому что ребята уже все за нас написали, можно взять фреймворк как бы и завязать. Ну, разницу вы сами видите. Почему? Потому что точно так же. В модели реального мира. Когда вы бежите, как бы ставится рука какая-то, вот ваш друг вас останавливает, вы не стоите как опытный, как бы продолжаете инерцию. Собственно, в UI точно так же. Квадраты, все элементы, которые двигаются, необходимо дополнить небольшую логику учесть, логику реального мира учесть, и тогда вы создаете очень классные и приятные UI в вашей эмоции. Переходим, собственно, самому главному, собственно, человеку и фреймворку, который появился, фреймворку, который появился не совсем недавно, MotionLoyal. Вроде бы тоже создали дофига, много всего есть, все круто, но на самом деле нет. Почему? Потому что две проблемы. Первое, это как строится UI. В Android фреймворках традиционный UI строится через XML и через различные U-группы. То есть это Relative layout, LineR layout. Ваши частые друзья. Вы не строите ваш layout, все просто, рендерится, вмешивается, и как это в теории работает. Когда у вас есть дерево, оно загрузилось, и пошел по всему дереву, по разу заходит, определяет его границы, по следующему разу идет, отрисовывает. Все очень просто. В реальном мире на самом деле нифига не так. Почему? Потому что когда у вас Relative layout есть два дочерних элемента, он начинает заходить в них по два раза. На measure. Когда у LineR layout есть система весов, он начинает заходить в соседние элементы по три раза. И из-за этого, получается, ваше дерево на этапе measure как бы экспоненциально, что ли, растет как бы с точки зрения сложности. И layout как бы строится, ну, на самом деле, намного, намного медленнее, чем мог бы. Это ребята из Google решили как-то пофиксить. Поэтому придумали, ну, не подумали, на самом деле, а подсмотрели реализацию, которая была у ребят из iOS. У них давно были constraint. Завели constraint layout. Завели достаточно давно, рекомендовали. Там сначала говорили про скорость. И действительно, там, если у вас простые вьюхи, вы по скорости не выиграете, наоборот, чуть-чуть проиграете. Но если у вас сложные вьюхи, у вас получится очень большой прирост по скорости. Нам это интересно с другой стороны. В анимациях самая большая проблема – это даже не то, что сколько ты времени потратишь на их написание, а сколько ты времени и денег потратишь на их поддержание, на их поддержку. Особенно в условиях часто спринтов, часто меняющегося приложения, дизайна и вот этого всего. Почему? Потому что у нас есть вложенность. Вложенность очень критична на перформанс. Типа, сколько у вас получается, какие баунсы, какие границы элементов. Первое. Второе – сколько у вас оверрайдов идет на блок вьюхи. Если у вас много оверрайдов, перформанс у вас замедляется. Констрейт лояльт позволяет от этого уйти и прийти к тому, что у вас баунсов тоже нет. То есть выход за границей родительского элемента больше для вас не является страшным. И для перформанса анимаций и для их поддержки это прям офигительно. Почему? Еще раз повторю. Иногда бывают такие ситуации, когда дизайн поменялся, из-за этого приходится очень… Или там анимация поменялась, из-за этого приходится много чего переверстывать, потому что анимация по перформансу просто не вывозит. На очень многих девайсах. Проблемы нативного мира, как бы, и не знаю. По-другому их на самом деле решить никак. Как это работает под кого-то? То есть типа нет такого, что вот он констрейт лояльт, на самом деле все сложнее. Констрейт лояльт – это по сути вы описываете ваше UI с помощью системы линейных поравнений, которые в момент, когда они решаются, строят разметку вашего UI. Все это не делается просто на том, как вы нафигачили в редакторе, и все отрисовалось, нет. Это сначала проходит с помощью оптимайзера, вся система линейных поравнений оптимизируется, потом переводится на модель констрейтов, после этого появляются различные хелперы, барьеры и прочие функции, элементы, которые есть в настройте лояльт. Но так как у вас, как бы, вот, были, собственно, выборы, как делали, вот был лояльт, лояльт, риммер лояльт, все были гранички. На самом деле все то же самое остается, но это все остается в виртуальном мире. То есть поднимается виртуальная лояльт, которая создается для тех элементов, которые у вас были, и границы, все остальное, все считается. И вот, собственно, констрейт лояльт работает вот так. Тут границы его заканчиваются. А сверху на все это цепляется мошен лояльт. То есть, по сути, мошен лояльт – это констрейт лояльт с дополнительным одним xml и логикой, которая описывает, как работают ваши анимации на основе вот всей этой махины под названием констрейт лояльт. Так, это если сложно и в верхнем уровне про архитектурку подкапотно. Если просто и про то, как эта анимация работает, все то же самое. Есть начальное состояние, есть конечное состояние, и есть какие-то кейфреймы, ключевые кадры, которые описывают в какой момент что меняется. В кейфрейме есть 5 типов. То есть, изменение позиции, изменение какого-то атрибута, например, цвета, изменение с точки зрения скорости и изменение, которое там на самом деле тоже про скорость, но на самом деле не про скорость, а про время. Чуть-чуть по-другому там тонкости есть, лучше про это детальнее прочитать. И есть еще кейтриггер. Кейтриггер говорит про то, что когда вам, например, пройдет 60% анимации, вызовем меня вот этот вот кусок кода, вот эту функцию как бы. И вот эти 5 кейфреймов, которые могут влиять на то, как ваша анимация себя ведет. Этот кейфрейм может иметь какой-то один из этих атрибутов, либо сразу же все 5. Работает точно так же. Если говорить, как это все выглядит. Спасибо, мы ушли от количества вот этого огромных кусков кода. Мы теперь появились в Android Studio, добавили классный редактор, который позволяет нам весь UI и все анимации строить там чисто с мышкой. Хотим как бы, можем уйти наверно никуда, но уже в принципе не надо. Можно все это делать мышечкой. Вот здесь на примере вы можете увидеть 5 состоит. Ну типа, начало и конец, и внутри 3 кейфрейма. Каждый из них меняет что? Меняет скорость, меняет положение, меняет цвет, то есть атрибут вьюхи. Все сделано с помощью мышки буквально за 5 минут. Ну точно так же попробуйте подумать, сколько кода пришлось бы написать, если мы все это делали на аниматор. Ну я даже представлять не хочу. Моя любимая анимация, которую я когда первый раз увидел, подумал, блин, ребята, какое количество кода опять-таки пришлось вам написать. Сейчас больше это не полотно кода, это та анимация, которую вы можете сделать за полчаса. А если вы первый раз с научным layout, то я люблю ее делать как раз на нутшопе, который сегодня не получилось сделать. Но смысл следующий, что 2 часа и человек, который дальше никогда не работал с научным layout, может делать такую анимацию и понимает, что это очень просто. До этого, ну, я не знаю, я думал, что я где-то недельку делаю на простых базовых вьюхах, потому что следить за вот этим флингом, положением пальца, это достаточно геморройная штука раньше была. Сейчас все очень просто. А если говорить про пример, как это все выглядит, когда вы, например, разошли в layout, пример просто строить, как это все строится. Выбираем кадры, выбираем положение вьюхи на этих кадрах, выбираем другой, вот поконечный начальный, говорим положение там, ну, свадим, что он показывает, как он будет анимировать из начала в конец, понимаем, что мы хотим еще изменить и либо где построить какой ключевой кадр, который будет что-то менять. Убираем ограничители, которые связывали с положением, ну, по границам, поняли, что вот хотим такую анимацию и сейчас находим положение там, ключевого кадра, который будет приводить к каким-то изменениям. Добавляем, что вот в этом месте у нас keyframe и что там хотим изменить. Во-первых, изменяем интерполяцию и, собственно, изменилась вот скорость, с которой это все движется. Сначала он ускоренно делает, а потом замедленно. Потом мы там еще что-то заведем, но, собственно, смысл следующий, что все работает точно мышечкой, не пишем код, либо пишем по минималке. И все изменения и поддержку мы можем делать только мышкой. Это приводит к тому, что поддерживать анимацию очень легко и просто. Когда использовать MotionLayout? Я бы сказал следующее. Если вы еще не пишите Android-разработчик и вы не переходите свой layout на вот MotionLayout и Constraint, вы делаете что-то не так. С другой стороны, MotionLayout уже там больше года находится в эти два. Релиз вот-вот должен случиться, но еще не случился. Но мне кажется, что это путь Android-разработчиков, потому что мы достаточно рано начинаем использовать какие-то ToolChain, фреймворки, языки программирования, привет, Kotlin, до того, как они пришли в релиз. И они просто позволяют вам ускорить ваш перформанс и дают очень много фишечек. MotionLayout – это один из них. Если вам нужна декларативность анимаций, вы можете взять их с MotionLayout. Если вам нужны анимации, которые зависят от нажатия пользователя и движения его пальцем, MotionLayout вам поможет. Если вы знаете, что такое координатор layout или navigation drawer, вам больше не нужны эти вещи, вы можете про них забыть. MotionLayout выполняет весь их функционал и легко заменяется. Даже в экземплах на GitHub-репозитории по MotionLayout есть примеры кода, которые помогут вам просто заменить и забыть про это как страшный сон. Потому что намного удобнее и быстрее. С точки зрения продакшн-опыта мы использовали и некоторые вещи переводили, столкнулись только с одной проблемой. И эта проблема отражена на GitHub issue. когда есть неправильные иногда работы, точнее трохлы непробрасывания ивентов, когда есть какой-то вложенный nested scroll view. Во всех остальных случаях отработал все очень хорошо, вот с этим мы столкнулись, issue было, пока не пофиксили ребята. Но у нас там была очень сложная анимация, которая заменяла координатор layout и очень сложненько пыталась все это сделать. К сожалению, видео не записал, но вы знали, что иногда баги все-таки есть. Поэтому, видимо, пока не релиз. Но, по большей части, все остальное работает отлично. Если вы хотите погрузиться в мир motion layout и принцип минимации, первые четыре ссылки, офигительные статьи на Medium, которые детально расписывают вам, что, как работает. Ну, в презентации можно будет на это кликнуть и перейти, либо по названиям нагуглить в Google. Второе, типа GitHub репозиторий с экземплами, как что устроено в motion layout и в Constraint, можно прямо туда соклонить и заиспользовать, попробовать. Отличные примеры, все легко и просто. И последние два, это если вам хочется или нужно погрузиться в мир предыдущих фреймворков с работой с анимацией, то последние две ссылки вам в этом очень сильно быстро помогут. Самое главное, помните, что когда вы работаете с анимациями, особенно до motion layout, это всегда затратно по времени. И если вы не договорились с вашей командой, что вы уделите это время на анимации, то, скорее всего, вам будет больно и вы скажете, «Андроид как-то сильно болит, пойду на JS писать». В остальных случаях, если вы договорились, все будет нормально, потому что время будет, команда не будет давить. На этом у меня, наверное, все, и я бы хотел ответить на несколько ваших вопросов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОК cutting АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы сейчас как под анимацию делаете? На Molution или не на Molution ли вы ставите за студию? Мы дизайнеров пока не садим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть анимации на Molution, но мы с одной столкнулись и решили пока дальше не идти и пока ждем. а побольше дизайнер у нас передает еще пока по старинке, у нас тоже много проектов, я не помню, чтобы мы использовали фигму, но там отрисовывают в других инструментариях и вот есть видосики. Видосики, видосики, они имеют? Ну да, и объяснения. Еще вопрос, как думаешь, почему многие приложения, там топают, сам телеграм, инстаграм, ну различные внутренние приложения, да, в телефонах вам вроде, не используют повсеместно анимацию? То есть где-то она есть, например, в инстаграме, да, там она есть, когда столис открываешь, например, когда ты хочешь, да или нет, или как-то проваливаешь, там нет этой анимации, почему думаешь, что это мне, если настолько это круто? Потому что это, первое, дорого, особенно раньше, второе, разные команды, проекты большие, команды разные, экспириенс у всех разный, что-то делают одни ребята, что-то другие. И раньше мне очень нравился пример фейсбука, когда определенных экранов, если его зареверсить, можно было увидеть, что одни и те же экраны иногда реализовывались по два-три, а вот один мы насчитали четыре раза, в зависимости от того, с какого экрана ты на него переходишь. Они очень много поработали над стандартизацией, но большие проекты, это большие команды, это часто несогласованность. А в Телеграме другая ситуация. В Телеграме на самом деле многие вещи очень классно сделаны, но в принципе ту кутовую базу, которая есть, особенно поддерживать теми ресурсами, которые есть у Телеграма, это нереально сложно. Поэтому я на самом деле, ну, не знаю, можно ли приводить с точки зрения анимации. У них не пришлось. Какое предложение, на то есть для анимации самостоятельно? Плэйд. Он был пример в начале. Оно было сделано специально для того, чтобы задемить некоторые анимационные фреймворки. Оно функционирует, но оно было прям очень сильно заточено на анимации. Особенно на тот момент, когда его создали. По поводу анимации. Да, я бы хотел, чтобы заниматься у вас, ну, ваше мнение. Лично явно, если скептически по анимации, то бишь, я считаю, что если, ну, можно получать слишком огромное, но если отключить анимацию, приложение до лучших пользователей, ну, как бы не заметить правильность. И, по большому счету, мы, люди, которые разрабатывают программные обеспечения интернета, обращают внимание. И во многих программах есть возможность отключить анимацию. Но это сделано, естественно, для того, чтобы устройство было поддерживано в приложении без коронавируса. Ну, мое мнение я, на самом деле, уже озвучил. Я показывал, сейчас долистаю. Вот этому слайду есть приложение, собственно, про него я говорил, слева с анимацией, справа без. Вроде бы все то же самое, но правым приложением мне не очень сильно хочется пользоваться. То есть, типа, я буду, если не будет аналогов, но если будет возможность перейти налево, и функционал как бы сильно не пострадает, я буду использовать левое. Потому что мне намного приятнее, когда приложение приятное. И, ну, можно сказать, что я разработчик, но на самом деле, как бы, мы же делаем приложение, в первую очередь, не для разработчиков, а для пользователей. И есть примеры, например, там, тот же Рокебанк, когда несколько лет они, ну, вначале они тогда запустились, для них прямо типа сорвали хайп на то, что у них офигительное мобильное приложение, которым анимации много и работает очень быстро. То есть иногда это даже может вот выделять тебе среди конкурентов и давать тебе как продукту плюс. У нас есть еще вопрос. У меня вопрос тоже про анимацию с предыдущим товарищам. Я отчасти согласен, что анимация или та времена, потому что сам работал, с такими проблемами, как драм-н-дроп, то есть кубе красиво, но в практике, когда каком-то функционале это используешь, получается, что замена драм-н-дропа простыми кнопками, баттлами и переключателями это намного удобнее, и как это Вася, так не может поступить. А вопрос у меня такой. А вот это MotionLayout, у нас был слайд про K-Frame. Это квадратик видео, будем K-Frame, да, и вот та увидите какое-то событие. В этом месте мы можем уничать вообще другое событие, и подключать другие анимации каких-то объектов. Ну, то есть у вас, говорят, до сих пор не дошел, и дальше у вас другие аргументы, кто же начали в своей жизни как кубе жить? А, там куб примеру, сейчас покажу. Давайте такая еще, скажу про анимации. У Google есть тоже нормальные статьи. Сейчас, секундочку, что-то долго. Есть, в документации можно найти примеры и описание, что такое хорошая анимация, что такое плохая анимация. И, естественно, не все анимации, ну типа, везде пихайте анимации, и вам будет хорошо, дети. Нет, конечно же, нет, как бы. Есть случаи, когда это не подходит, и есть случаи, когда это просто реализовано плохо, и, ну, это надо учитывать. Вот. Я уже почти докликал. Не было бы анимации быстрее бы докликал. Да. Я об этом, на самом деле, хочу подряд. Так. Слайд, смотри, или вот так? Нет, нет, я сейчас покажу тебе другое чуть-чуть. Вот этот слайд. Вот этот слайд. Видишь внизу, ну, первое, как бы, вот этот слайд. Внизу есть... Тайм. А не трек, как это все идет. А здесь этих треков много. Ну, во-первых, можно вызвать триггер, как бы, какой-то код, который что-то вызовет, сделать. Во-вторых, их можно насинхронизировать, что на вот этом таймлайне, как это все у себя поведет. То есть, отвечаем твой вопрос, ну, вот так это работает. Все это уже реализовано? Да, да, да. Уже в студии есть. Да. Причем, кстати, сейчас даже на Dev Summit Android 24 октября представили более свежее решение, которое еще более крутое, ну, там, в интеграции студии, но я его еще, к сожалению, не потрогал, что много разъезда было. Еще вопрос. Забинить можно только анимацию где-то объектов или можно даже событие целое, допустим, там, соединение с бэкэндом, с какой-то еще там, ну... Ну, ты же, может быть, кей-триггер, который я тебе говорил, что случается что-то в кей-фрейме, вызывается кусок кода, который пошел там что-то делать. Естественно, да, ты можешь связать. Еще вопросы? Можно заполнить? Сейчас, сейчас, да и следующий. У меня вопрос по компонентной навигации. То есть, есть такой вопрос, что компонент, да, архитектурный. Угу. Соответственно, переход между фрагментами, когда стою, то есть, там, ну, в основном, описываешь там транзишины, да? А вот есть какой-то вариант, чтобы там более богат, скажем так, то есть, можно подключить и как-то красиво там их между собой фрагменты, переходы, там, и взрывы, там, кто-то разворачивает, это как-то, где какие-то концепции? Ну, вариант включают элементы транзишины, которые могут помочь это все сделать, но это все намного сложнее и дольше делать, чем вот какие-то готовые, грубо говоря, и наут, типа, там, заиспользуют эти вещи. То есть, вариант, да, есть, но, в принципе, мы их все рассмотрели. То есть, на основе вот этих паздыков Lego можно это все построить. Но намного дольше и сложнее. Раз, раз. Я хотел дополнить свой вопрос. Скорее всего, я просто неправильно его озвучил. Тут стоит такой вопрос. Я просто работаю продавцом телефонов и скажу вам, что, ну, где-то 60-70% пользователей имеют телефоны, которые, ну, в пределах 10 тысяч рублей. В наше время это, ну, такой, ну, средненький телефон. Вот. И тут стоит вопрос по поводу анимации. Охватить большее количество людей за счет девайсов или охватить больше людей за счет картинки? Вот. К чему я вопрос вообще свой завел. Слушай, ну, надо смотреть, какие анимации ты делаешь, как бы, если они там сложные и реально не идут, то, ну, блин, надо думать. Вот. Просто на самом деле вот эти приложения, все это термфреймворк, которое позволяет сделать настолько все круто, это времена Android 4.4. То есть, ты понимаешь, сколько этому всему лет, как бы, и прямо сейчас это на устройстве даже за 10 тысяч будет летать, если это сделать нормально. Все. Еще вопросы? Спасибо. Так, вы можете еще один вопрос? Ну, давай. Ну, раз я уже перешел, это вражеский логин. Вопрос с юнит тестами, например. Юнит тест на анимации? Ну, даже не на анимации, ладно, это не будем. Вот у меня есть какой-то кусок, который анимируется. В случае с аниматором или там, ну, ладно, не будем туда, не пойдем туда. А вот в случае с... Ношем? Да. Как там это делается? Я бы не сделал юнит тест на анимации, потому что непонятно, а что ты там ходишь по анимации. Вот вопрос, если я сами их тестить не хочу, допустим, я даже не хочу тестить, вызывается она или нет. У меня получится нормально изолировать эту анимацию от кода на презентере. Причем так, чтобы там не вываливать тучу кода в эту, как там, активити. У меня получится нормальный презентер написать? Короче, на аниматорах точно ты сможешь это протестить легко, а на моушене, типа, я не думал про это. Поэтому, там, я сейчас подумал и скажу, что я думаю. Мне кажется, да, просто тебе надо будет делать какие-то, там, доработки, типа, по кей-фрейму, ну, грубо говоря, сделать какие-то вот эти кей-триггеры, которые были, чтобы они просто дергали, типа, что-то. Но, опять же, это, наверное, получится не MoV, не UniTest, а UI-тесты. А это дольше, сложнее и, не знаю, захочешь ты это. У меня задача, потому что у меня на презентере хотя бы ничего вот эта требуха вся не мешала. Нет, ну там уже, как бы, вообще кода нет, как бы, практически. А у тебя все анимации в XML. А, вот, вот я вот про это. Вот, у тебя отдельный вот файл, типа, с UI, и отдельный тут же файл в XML, как бы, который про это все анимируется. И еще, у меня еще повторое есть. Вот там, где квадратик ездил по прямой, от угла в угол, вот там, соответственно, ты подцепил интерполяцию. Ну, да, там язык называется, но интерполяция. Ну, там видно было, что, ты понимаешь, что это такой учебный пример, но там, как бы, неестественно оно двигалось. Нет, да. Вот кто отвечает за то, чтобы вот эта вся самая вкуснота, вся эта естественность, она в этой анимации была? Ну, два человека, у кого есть экспертиза, у дизайнера, у тебя. Потому что, по-прежнему, оно не решает эти вопросы. Нет, погоди, еще раз, у тебя есть набор инструментов, как ты ими будешь пользоваться, как бы, уже на твоей стороне. Вот, Motion позволяет, и, вот, там, другие вещи не позволяют, чтобы это все было, вот, правильно. Ну, а если ты, как бы, делаешь неправильно, то, ну, твои, как бы, проблемы, ты же сам себе немножко стреляешь. Ну, transition, я так понимаю, он тебя после ревиза закрывал, потому что, там, он сам как-то делал магию. Ну, тоже, там, потому что, как бы, вот мы идем вернеуровнево, под капотом у тебя может быть тоже много вещей, которые позволят тебе выстрелить как-то в ногу. Ну, поэтому не всегда. То есть, типа, да, часто решал, но часто иногда приходилось вклиниваться, иногда приходилось вклиниваться и писать код, потому что он не вывозил. Вот. Или, там, какие-то вещи, например, тоже. Мы, когда были transition, мы одной из анимаций, мы не начали, не сделали. Почему? Потому что мы поработали две недели, сделали, там, какой-то промежуточный вариант, а потом подумали, что, чтобы сделать, вот, как дизайнеры задумали, и все, следило за пальчиком, нас это займет еще месяц. Мы подумали, что, ну, месяц мы не готовы на это тратить, как бы, бизнесово, как бы, оно того не стоит, и переключились на другие задачи. С Motion мы, как бы, как бы, то, что мы делали две недели, мы бы сделали быстрее, и вот того месяца не надо было бы, это бы заняло буквально пару дней. Отвечая на этот вопрос, выставить себе в ногу можно всегда, если сильно хотеть, главное, что, типа, инструменты позволяют тебе это сделать, либо не позволяют. Итак, спасибо. Да? А подскажем, а плейд это вы делали? Не, не мы делали, это у них батчер. А, я понял. Я просто хотел задать вопрос, насколько часто такая история я вот его встречал, и, как бы, заметил такие два бага, и вот вопрос, насколько, ну, как, они такие, получается, когда ты открываешь картинку с текстом, текст появляется сначала, а потом появляется фонг. Вот, вторая штука, это, когда ты открываешь текст, он потом опять убирается вниз, и потом перерисовываешь. Насколько, это частая история, что текст приходится потом еще где-то дорабатывать, за счет того, чтобы движок, либо как-то, либо не отработал. То есть не получится ли так, чтобы завозить анимацию, и потом еще оверхедить придется на то, чтобы она отработала, как захотела? Слушай, ну, типа, по-разному я не могу ответить сейчас на самом деле на вопрос. Нет, может, по моему опыту, по моему опыту, если ты хочешь кастомность, это всегда дорого. Ну, типа, всегда приходится допиливать. Если ты хочешь, у тебя есть, как бы, какие-то вещи, которые идут из коробки, которые у тебя well-on-out дают какой-то результат. Если ты хочешь, типа, идеальность, ты будешь допиливать напильником, и напильником, ну, как бы, не всегда это легко. Но, по большей части, то есть, типа, вот этого результата уже с горочки для того, чтобы перформить для пользователя. Все. Тема горячая, мы можем смело продолжить. Кулуары, я даже бы поспорил. Спасибо. Спасибо. kind of